добрый день дорогие друзья добрый день всем hello bonjour и продолжаем изучать тору продолжаем изучать тору значит сегодня у нас сегодня у нас 10 и яра 10 число месяца и яр и мы продолжаем сейчас секундочку мне нужно одна вещь посмотреть до 10 число сейчас сейчас вот нет у нас главы бы все давайте пока здороваемся заходим сейчас я напишу да напишу сейчас я кого чтобы хита спрошу есть на сегодня хита обычно до урока получалось найти хита с на израиль потому что у меня мне приходит только хита с на на не дне в израиль все же читают пока за границы одну недельную главу в израиле другую спасибо да у нас 10 00 постоянство потому что я же знаю когда человек уходит в следующий мир вот спрашивает ну что установил ты времена для тора я скажу да установил было у нас в 10 утра всегда урок тора хорошо сегодня у нас 10 яра 25 день омера сегодня 25 дней что это три недели и четыре дня омера значит и 11 мая сегодня время бежит уже да прям уже 11 мая так день за днем идет время но значит день за днем идет время и сегодня 25 день омера значит читаем книгу о йом-йом сегодня день пишет нам любая чести рэба он приводит нам очень интересное такого в этом отрывочке есть очень интересное наблюдение сейчас я вам прочитаю расскажу смотрите пишет он так у нас принято троекратно окунать кусок хлеба в соль а не сыпать соль на кусок хлеба значит разъясняю что он имеет ввиду когда кушаешь с хлебом то перед едой с хлебом нужно сделать омовение рук и сказать благословение на хлеб специальная благословен ты бог а мод сэлэх минарец который вытаскивает хлеб из земли это же удивительно бросаешь одно зернышко из одного зернышка 50 зернышек выходит да кстати интересно кто знает сколько есть в зернышек в колоске давайте узнаем сколько зерен в колосе пшеницы сейчас мы узнаем значит большинстве колосков содержится по 3 зерно в средней части 4 на концах колоса по 2 считается что 25-35 штук зерен в колосе могут обеспечить урожайность значит реально в одном колосе можно получить 70 зерен то есть смотрите до 70 зерен есть в каждом колоске до 70 но в среднем возьмем 50 можете себе представить какое чудо сделал всевышний что ты бросаешь одно зерно в землю из него выходит 50 зерен поэтому когда мы кушаем хлеб а это удивительно я не знал этого до вот пока мы сейчас с вами не обратили на это внимание что это же какое какое удивительное вообще благословение дает всевышний что ты бросаешь одно зерно из него выходит 50 зерен удивительно доброта всевышнего удивительно его щедрость что из одного зерна вырастает 50 и поэтому хлеб это всему голова основа еды когда мы едим с хлебом и говорим специальное благословение до еды благословен ты бог вытаскивающий хлеб из земли а в конце когда мы покушали с хлебом есть длинное благословение называется беркат амазон благословение еды в котором есть несколько благословений и ты там всевышнего за все благодаришь обо всем просишь это очень важно это заповедь из торы в торе написано вахальта и будешь кушать вэсавата и насытишься уберахта и благословишь бога твоего то есть тот кто все три выполняет тот кто не забывает после еды благословить всевышнего за еду то он насытится а тот кто не благословляет он никогда не насытится он может есть очень много и всегда будет голодный так вот говорит значит на рыбе любавичестве он пишет у нас принято трое кратно окунать кусок хлеба в соль то есть когда ты сказал благословение после этого окунают хлеб в соль три раза раз два три и потом едят этот кусочек хлеба теперь он говорит но не сыпят соль на хлеб такой обычай у именно у хабада теперь вот смотрите дальше он пишет в 1861 году на трапезе второго дня праздника шавод мы мы приближаемся к празднику шавод это праздник праздник дарование торы за границей не в израиле это день празднуют два дня то есть он удваивается в 1861 году это было сто шестьдесят один год назад во второй день праздника цемахцедок это был третий любавич из теребе он рассказывал следующую историю как он рассказывал историю на второй день праздника шавод 1795 года то есть за 70 лет до этого за трапезой альтер рэбэ основатель хабада то есть первый рэбэ который стал вот основал это движение хабад представьте 1795 год он сказал знаете что он сказал он говорит на второй день праздника шавод 1768 году то есть еще за 30 лет до этого на трапезе межиристи мадид сказал мадид из межирич это был ученик большим того который потом возглавил вот это движение хасидизма которая которая соединяет открытую часть торы с тайнами торы и это не каббала в чистом виде но она соединяет в глубинные вот эти вот смыслы с открытой частью торы и представьте какая традиция то есть каждый помнит точно что в этот день сказал его учитель учитель его учителя учитель его учителя то есть тора передается из поколения в поколение без изменений и я помню какие-то вещи которые сказал равыц как зильверзе хроноциди кривраха вот прямо на у меня в памяти и это больше всего я запомнил из всего что учил в торе там любавич стире бы он учился у предыдущих рэбэ и так далее то есть это идет прям цепочка передачи от учителя к ученику такая тайная традиция так что же они говорили в этот второй день праздника шивот на второй трапезе что они говорили по цепочке значит что же они говорили в торе сказано и отчитайте себе и отчитайте себе в сапру лахэм то есть когда говорится вот эта заповедь считать 49 дней он мира каждый день считать то то там написано в торе так и отчитайте себе зачем слово себе можно было сказать просто отсчитайте 49 дней зачем отчитайте себе так вот значит отчитайте себе значит это имеется ввиду чтобы вы стали стали сиять на еврите усфартем это отчитайте а саперут это сияние так он говорит значит отчитайте себе 7 полных недель то сделайте себя чистыми и цельными без изъяна настолько чистыми и цельными чтобы вы стали сиять то есть он говорит вот этот вот смысл этих 49 дней не просто чтобы каждый день считать день там сегодня 25 день омера завтра 26 день омера потом там 33 день это лагба умер 33 на иврите это это лам это 30 димыла это 3 значит 33 день омера это годовщина ухода из этого мира раби шиман барюхая который который составил книгу зоор сияние значит вот празднуют что в этот день открылись великие тайны торы значит он говорит нет это все отчитайте себе это станьте цельными а как стать цельными и вот здесь значит сэм акцедых рассказывает когда мой дедушка альтер-ребе вспомнил как его учитель это сказал он когда он это сказал что отчитайте станьте сияющими станьте цельными совершенными он склонил голову на руки вот так вот да и значит запел и погрузившись в особое состояние запел четырехвратный нигун что такое четырехвратный нигун значит нигун это мелодия без слова на и на 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 и вот такая вот когда человек поет но без слов и значит у него был какой-то особый вот эта мелодия и это погрузившись в особое состояние это как медитация то есть закрываешь глаза идет этот нигун специальная мелодия которая там это вот это как раз очень тайна служение души когда поют без слов специальную мелодию и он значит погрузился в этот нигун запел этот свою мелодию 4 4 вратом она была четыре изменяющихся ритма и значит и потом он пел 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 этот нигун значит погрузился в особое состояние и потом он поднял голову и и спросил а что же заставит вас сверкать он такой спрашивает ну вот он это сказал написано и сосчитайте себе 49 дней 7 полных недель только именно сосчитайте как засверкайте он говорит что заставит вас сверкать и тут же ответил сам же ответил он говорит 7 суббот без изъяна значит благодаря очищению 7 эмоциональных качеств каждая неделя посвящена какому-то эмоциональному качеству значит благодаря очищению 7 эмоциональных качеств души в том виде когда каждая из них состоит из всех семи качеств там всем умножается на 7 в общем каждый день работает 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 в каждый день работает сейчас каждый день работает каждое качество я сейчас отвечу вот насчет соседа да значит то если ты 7 недель очищаешь все свои духовные качества то тогда всем качеств души станут как всем суббота, суббота, как известно, не нуждается в очищении, суббота это само по себе совершенное творение, в которое больше всего проявляется Всевышний, то есть 7 недель если ты будешь свои очищать душевные качества, через 7 недель ты станешь сияющим значит, насчет соседа сосед же он не делает ремонт, у него там бригада какая-то работает, все в общем сегодня вот как раз перед уроком у меня жена говорит, вот смотри как все в жизни возвращается, мы когда делали здесь ремонт, мы не жили в Израиле и мы жили в Киеве тогда, а в квартире делали ремонт из-за того, что мы не жили здесь, у нас он шел очень долго, у нас жили какие-то рабочие которые одна бригада, другая бригада, и мы в то время как раз не почувствовали на себе как это было неудобно соседям, да, потому что нас здесь не было, и они даже нас не могли попросить, и по закону с 8 утра до там, по-моему, какого-то времени ночи можно делать ремонт, да, то есть есть в Израиле, все стараются, все жить по закону, поэтому, конечно, если бы я его увидел и попросил бы, он очень религиозный, такой очень хороший человек, то он бы остановил бы эти все работы, но я каждый раз надеюсь, что, видите, сейчас остановилось все само, что Всевышний, мы тренируем так, умение принимать то, что вокруг происходит и принимать с любовью, с радостью то, что вокруг происходит, как раз мы на эту тему говорили, и сейчас мы к этому вернемся, обретение неба на земле книга, она учит нас, что в раю можно быть на земле уже только если ты принимаешь, что ты в этом мире не хозяин, что есть хозяин Всевышний, и, значит, когда ты учишься принимать, не, не, как сказать, не сопротивляться реальности, то все отлично, видите, мы приняли, и все хорошо, все прекрасно. Теперь, обретение неба на земле книга, человек счастлив, когда знает, что обладает чем-то ценным, дается нам еще один совет, значит, человек счастлив, когда знает, что обладает чем-то ценным, особенно счастлив тот, кто чувствует, что он сам маленький, но владеет чем-то очень большим, и он дальше продолжает автор этой книги, мы полные владельцы бесконечного, то есть человек, который ощутил, осознал свою связь со Всевышним, свою связь со своей душой божественной, свою связь с Творцом, Создателем Мироздания, то он обладает самым ценным, что можно найти в этом мире, и он может быть из-за этого бесконечно счастлив, то есть это тот совет, как стать счастливым, значит, ощутить это, ощутить это, что ты связан со Всевышним, и Всевышний тобой управляет, и 50 зернышек он дает на одно зерно урожая, и как-то мир существует тысячи лет, и люди, которые волнуются, переживают, парятся, это, конечно, их выбор, это выбор, то есть можно, можно быть, все иметь и быть несчастливым, можно физически, фактически ничего не иметь, но быть очень счастливым, мне, например, когда шум идет, мне даже больше нравится, чем когда тишина, когда тишина очень неожиданно так, а когда шум, то он создает хороший фон, все, все, теперь, значит, двигаемся дальше, правильно, двигаемся дальше, двигаемся дальше, вот как раз мне прислали, спасибо Якову Шатадину и всем, кто работает в Эмор, Беар, да, вот они на Ваикру высылают и для тех, кто живет в Израиле, и для тех, кто живет не в Израиле, значит, сегодня мы изучаем глава Беар, и здесь первый закон, который нам дается значит, первый совет нам дается такой, что когда, как я уже говорил, что все живут в Израиле, и когда кто-то обеднел, и он вынужден был продать его землю, то должен прийти его родственник и выкупить эту землю обратно, чтобы земля не уходила из этой семьи, чтобы земля не уходила из этой семьи, а тот, у кого нет, у кого нет вот этого спасителя, который может выкупить, значит, он должен найти то, что у него не хватает, то есть, они говорили так, вот живешь ты в Израиле, да, Всевышний говорит, значит, вы помните, когда был такой закон, что на 50-й год все возвращается к владельцам, на 7-й год все обнуляется там и так далее, но, в общем-то, главная идея, главная идея, что тот человек, у которого есть какой-то удел в земле Израиля, он не должен был это продавать, и оно должно было к нему возвращаться, и надо было это выкупать, как бы, я, смотрите, в Торе я пытаюсь найти все время, то есть, надо понять, что каждый видит 70 лиц у Тора, есть такое объяснение, 70 лиц у Тора, значит, в Торе есть разные-разные 70 граней, и мне всегда хочется найти в Торе грань, которая меня лично больше всего интересует, грань психологическую, значит, грань психологическую, чему нас учит этот закон в психологии, да, значит, То есть, на 50-й год все точно возвращается к владельцу, все точно возвращается к владельцу, ты продаешь только на 49 лет, и должен стараться еще раньше это вернуть к владельцу, Значит, что мне психологически это напоминает? Значит, у человека, у человека, да, он как будто выходит по кругу, по такой спирали, есть у него разные этапы в жизни, вот я сейчас, например, вижу в этой ситуации, несколько у меня есть знакомых, таких знакомых, приятелей, которые были очень богатые, были очень невероятно богатые, и они сейчас, у них ничего нет, вообще ничего нету, да, есть несколько, которых я знал уже были богатые, но они остались богатыми, да, с чем это связано, почему кто-то зарабатывает и теряет, кто-то зарабатывает и не теряет, да, это очень сложный вопрос, почему в этом мире все идет по кругам, по каким-то по спиралям, все возвращается, у меня нет ответа на этот вопрос, честно вам скажу, я не понимаю, вот если я сравниваю тех людей, которые потеряли, они помогали, и те помогали, которые не потеряли, а есть те, которые не потеряли и не помогали, честно, я таких не знаю, я среди тех людей, которые богатые, хорошо живут, я не знаю тех, которые, тех, которые, они богатые и не помогали, но все, кто потеряли деньги, да, они тоже помогали, а почему они тогда потеряли, не знаю, у Всевышнего с каждым идет какая-то индивидуальная работа, я только могу сказать одно, что материальный аспект жизни, это один из аспектов, то есть у человека есть здоровье, если человек богатый, но больной, ему его деньги не помогают, радости не приносят, значит здоровое тело, оно дает человеку огромную радость, деньги, успешность, финансовое благополучие, это важный аспект, но есть много людей, которые богаты, как сказал царь Соломон, что есть богатство, которое дано во зло человеку, у него из-за этого богатства с детьми проблемы, он в тюрьму может сесть, забрать, некоторых убивают за деньги, то есть богатство не всегда дает радость. Третье, это общение, для человека невероятно важно, насколько не имеется 100 рублей, а имеется 100 друзей, это правда, человеку невероятно важно иметь хорошее отношение, тот, кого любят люди, того любит бог, это есть в Пертьяво такая, коль же рог обрет ноах и мэна, тот, что люди им довольны и Всевышний им довольны. И четвертое, это семья, это близкие отношения с родственниками, то, о чем здесь говорится, что человеку необходимо вот эти вот такие прям близкие отношения с кем-то, муж, жена, дети, родители, родственники, то есть это ближе, чем просто хорошее отношение с людьми. Вот четыре фактора, на которых стоит успешная жизнь человека, и все эти факторы возможны только если ты их выстраиваешь по Торе. Теперь, почему человек теряет деньги? Возможно, кстати, интересно, что все те, вот кого я сейчас вспоминаю, не все, вот сразу двух я вспоминаю, которые потеряли деньги, но они невероятно счастливы в семейных отношениях, невероятно, да, то есть у них просто, ну, вот так посмотреть, насколько у них счастливые семейные отношения у двоих, невероятно, но они потеряли деньги, да. Есть один, у которого и с семьей проблемы, и деньги потерял, и, но у него с людьми глобально хорошее отношение, но тоже не очень, кстати. В общем, это сложная жизнь, очень много векторная, много векторная, то есть результат каждого, вот результат в данный момент, это следствие очень многих факторов, очень много факторов влияет вектором на каждую точку в пространстве, поэтому Тора, она дает нам возможность понять, как все работает, и надо выстраивать свою жизнь по Торе, конкретно, с Богом отношения выстраивать, это молитва, благословение, выполнение божественных заповедей, с людьми отношения выстраивать, это Дэл Корнеди, как приобретать друзей, оказывать влияние на людей, и опять же Тора, которая полностью показывает, что добро, что недобро, воздерживаться от злоязычия, сплетен и так далее. По бизнесу, как я говорил уже, по бизнесу, что пришли хасиды к Рэбе своему, и говорят, Рэбе, дай нам браху, дай нам благословение на богатство. Он говорит, даем вам благословение на богатство, но знаете, это благословение работает только до семи утра. Они говорят, почему до семи утра? Он говорит, каждый день до семи утра работает это благословение, с семи вечера до семи утра. Они говорят, а почему? Он говорит, потому что с семи утра до семи вечера надо работать. То есть здесь благословение, это благословение, но с семи утра до семи вечера надо работать. Поэтому благословение, тут нельзя на него надеяться, а надо работать, результаты зависят от Всевышнего. Но в бизнесе, помимо, обязательно нет успеха в бизнесе без благословения Всевышнего, но если есть только благословение Всевышнего и нет личной работы, старания, прилежности и так далее, то, значит, благословение не сработает. Теперь после 50 мы должны думать больше о Боди, материально это суета, то, как мы изучаем Тору, мы должны думать о Боди всегда, и до 50, и после 50, и так далее, то есть думать о Боди нужно все твои действия, пусть будут во имя небес, и нужно уметь в каждое свое действие включать связь со Всевышним, благодарить, просить благословения, спрашивать, что Всевышний в этом случае от тебя хочет, то есть это везде мы должны это делать. Все, всем хорошего дня, удачи, успехов и прекрасного дня благословения. Секундочку, этот был урок сейчас для Рифуа Шлыма, для полного выздоровления Шлома Бен Фратха. Шлома Бен Фратха, это сейчас, ему сейчас уже 90 лет, и он упал в субботу, вот в эту субботу на молитве, сломал три бедра, то есть он до последнего времени каждый день вставал в 6 утра на молитву, и в эту субботу как раз и на годе, упал, сломал три ребра, чтобы было Шлома Бен Фратха, Рифуа Шлыма, Рифуата Нефешф, Рифуата Гуф, чтобы заслуга от этого урока помогла ему выздороветь, и всем вашим, если кому нужно выздоровление, всем вашим близким, родным, себе, чтобы все выздоровели, были здоровы. Все, удачи и успехов. Субтитры сделал DimaTorzok